Добрый вечер! Для меня совершенно неожиданный вот этот вот формат выступления. Я очень благодарен вам. Я сам с большим удовольствием принял приглашение поучаствовать здесь. Я удивляюсь, что вообще Акбарс через 40 минут играет, молодежь, молодые люди не на арене, а здесь находится. И тему, которую обозначили организаторы, тема касается психического здоровья, нормы и патологии. Я бы хотел в течение получаса, которая отведена мне, обсудить вместе с вами те вопросы, проблемы, которые я вижу в этой сфере. Сразу хочу сказать, я буду абсолютно откровен. Я расскажу те проблемы, которые есть в области психиатрии, расскажу те дискуссии и споры, которые ведутся между учеными в психиатрии, в российской, в мировой. От вас ничего не утаю, постараюсь быть максимально понятным, то есть обязуюсь не использовать сложные слова, которые трудно выговорить и которые трудно воспринять на слух. И давайте мы начнем, потому что название я использовал даже другое, не то научное, которое было в начале. А вот от психиатра без диагноза не уйдешь, со знаком вопроса или со многоточием. То есть действительно ли психиатрическая диагностика, вопросы распознавания психических расстройств настолько субъективны, что специалист может поставить любому вошедшему в его кабинет этот диагноз, который потом, конечно же, может сказываться на его жизни очень существенно. У нас где? Вот несколько вопросов, на которые я хотел бы вместе с вами ответить. Значит, первый вопрос касается вообще сущности. Существуют ли психические заболевания? В действительности этот вопрос ставится многими специалистами. Еще лет 60 назад их много было, их очень много было. Это люди были представители одного из направлений философского и психологического. Сегодня, может быть, так вопрос остро не ставится, но все равно это очень важно. То есть как мы доказываем, что психические заболевания существуют? Связаны они с деятельностью головного мозга или они связаны с какими-то социальными стрессовыми факторами? Это второй вопрос. Потому что многие считают, что без стресса не бывает психического заболевания. Например, депрессия не может быть, не может возникнуть сама по себе, обязательно должно быть какое-то жизненное трудное событие. Для психиатров это вопрос не простой, потому что мы понимаем, что есть разные взгляды на то, как вообще формируется психика и как формируются психические расстройства. Она может быть связана с психологическими фаторами, а может не связана. Она может быть связана с личностью и может не быть связана. Возможно ли объективная диагностика психических расстройств? Как Вы понимаете, я стою на позиции что не с не просто возможно а это высоко объективный процесс диагностики психических заболеваний и вопрос который был на предыдущем слайде каждому ли человеку ставят психиатр диагноз и уйдешь ли от психиатра без диагноза можешь ли такое можно ли такое представить для меня решается однозначно конечно да конечно можно потому что есть критерии научная которым надо следовать и тогда ты не ошибешься в диагнозе и не поставишь человека в очень сложное жизненное положение еще одно это роль общества то есть кто формирует представление о норме психической деятельности врачи и психиатры или общество кто кому диктует кто кому навязывает то есть может ли психиатрия жить самостоятельно сама по себе заметьте в этом отношении психиатрия принципиально отличается от всех других медицинских дисциплин потому что общество не вторгается например в диагностику гриппа не вырабатывает диагностические критерии какой-нибудь орз а в психиатрии вторгается и определяет что психиатром считать патологии а что не считать патологии не сразу переключается но давайте-то думаю что ты за экспериментом хорошо известен хотя подавляющее большинство присутствующих здесь не жили в 1973 году значит это американский эксперимент антипсихиатрической направленности когда специально договорился профессор со своими студентами чтобы они симулировали психическое заборо они пришли в 12 психиатрических клиник соединенных штатов америки с жалобами на голоса и госпитализировали их начали лечить несмотря на то что они потом говорили через некоторое время что у нас ничего уже нет отлично вы от вы так прекрасно работаете в этих психиатрических больниц у нас голоса прошли их продолжали лечить то есть никто их оттуда не выписал потом на втором этапе рассекретили перед перед аудиторией перед специалистами что в перед персоналом что в больнице лежат симулянты и по и поставили задачу выявить это кто вот из них симулянты персонал ошибся то есть выявили посчитали психически здоровыми тех кто являлась психически больными и наоборот так вот из этого эксперимента было выстроено огромное антипсихиатрическое направление то есть посчитали что вот этот эксперимент доказывает психиатры крайне субъективны я бы хотел во-первых обратить внимание на дату 1973 год и полет на лизом кукушки или пролетая на лизом кукушки как раз те годы 50 и 60 и 70 и мы сегодня живем совершенно другое время и понятно что то что происходило тогда в том обществе с теми психиатрическими оценками психического здоровья людей совершенно не совпадает сегодняшним и самое важное хотел бы обратить внимание если человек придет к врачу и будет говорить что у него головная боль как можно доказать что она у него есть или что он придумывает никак то есть врач обязан оказывать помощь человеку который жалуется который предъявляет какие-либо какие-либо слова о своем плохом самочувствии у нас есть альгезиметры измеряющие болевую чувствительность но они не помогут в диагностике и что значит сильная головная боль или слабая головная боль это я специально провел такую параллель психиатрии также то есть если человек жалуется и мы видим какие-то внешние проявления и окружающие нам рассказывают что он ведет себя в соответствии с этим то мы конечно же будем слушать этого человека если он жалуется на голоса мы никак не будем проверять ему и у нас нет возможности проверить есть голоса или нет и зачем создавать сложную ситуацию проверки симулирует или не симулирует то есть получается что такие добрые намерения оказать помощь психиатра привели к тому что их посчитали субъективными но еще раз говорю время прошло конечно сейчас абсолютно это не так были этапы в советском союзе это вообще вот из советского союза 1974 конец как раз восьмидесятые годы известный ну как известный в узких кругах пермский психиатр доктор крахалев решил что он выработал новый способ объективизации психических расстройств он изобрел способ фотографирования зрительных галлюцинаций и аудиозаписи слуховых галлюцинаций он сказал если человек видит образа на сетчатке же должно что-то отражаться это глупость полная с точки зрения науки это глупость но он фотографировал ведь вот он фотографирует галлюцинации зрительные сетчатку что там фотографирует из этих фотографий разместил в журналах в том числе и за рубежом в японии очень увлеклись его исследования он записывал галлюцинации тут есть первый вопрос это антинаочно второе а зачем галлюцинации мы и так верим из человек ведет себя в соответствии с галлюцинации белая горячка он ловит чертей зачем нам фотографировать этих белых чертей в его на его сетчатке уже ведет себя соответствии с той реальностью которая сформировалась в процессе патологическом и каждый из специалистов сегодня видеть свои проблемы в диагностике например психиатры видит как раз проблему этот я раскрываю секрет психиатрический конечно мы не удовлетворены тем на каком этапе находится мировая психиатрия а мы являемся частью мировой психиатрии что мы не можем верифицировать диагноз слова верифицировать подтвердить диагноз например многие заболевания можно подтвердить проведя какие-нибудь исследования при шизофрении вы все что угодно проведете все будет норма все анализы и мрт самые современные нет никаких коррелят of органического поражения или изменения которые можно зарегистрировать и тем психическим состоянием которые у человека есть я думаю что вот сегодня один из лекторов презентов об этом скажет значит мы это видим и это путь биологической психиатрии который сегодня является доминирующим мы должны развивать это направление мы должны показать в каком а в какой области мозга где происходит изменение они может быть не самой области мозга а может быть с фармакологии мозга биохимии мозга и тогда мы сможем понять развитие психических заболеваний сегодня по поводу шизофрении например вообще ничего не понятно то есть самое загадочное заболевание человек психологический подход психологи говорят о том что не надо использовать в беседу и вы не всё но не сможете в рамках беседы определить болен человек психически или не более давайте использовать психометрию давайте тесты будем использовать и мы видим к чему это привело в последнее время какие трагедии были когда одного из подозреваемых в педофилии на основании проективного рисунка кошки с хвостом, признали чуть ли не виновным в том, что он педофил. Значит, проективные тесты, тесты построены на рисуночной и интерпретациях, это путь в никуда, и это не способ объективизации. Антипсихиатрический взгляд, который сегодня всё меньше и меньше, и вообще антипсихиатрия сделала очень много для развития психиатрии, это как бы альтер-эго, это противостояние философского направления традиционной психиатрии, которая сказала, что психические расстройства изобрели те, кто желает вмешиваться в жизнь отдельных индивидов, они подтолкнули психиатрию развиваться, это очень хорошо. То есть, конечно, мне не очень приятно, когда я иду на съезд психиатров в каком-нибудь городе, и около этого здания стоят антипсихиатры с плакатами, что психиатры-убийцы и так далее. Мне очень приятно, но я понимаю, что эти люди высказывают свою субъективную точку зрения, и в каком-то смысле у них есть рациональное зерновое высказывание, и мы должны прислушиваться к этой позиции. Объективна ли психиатрическая диагностика в условиях всеобщего помешательства? Но ведь общество сегодня нездорового в кавычках. Сегодня же огромное количество людей верит в то, что подтвердить нельзя. Иррациональные люди, люди, которые не основываются даже на здравом смысле. Я уже не говорю на научном мировоззрении. Научное мировоззрение — это удел ученых. Но научного мировоззрения может не быть, но здравый смысл должен быть. Но нужно понимать причинно-следственные связи. А сегодня огромное количество людей, к большому сожалению, не понимают этого. У многих паранойя, в кавычках. Паранойя — это бред. И сегодня очень трудно отличить, бред или мировоззрение это. Кто-то общался с инопланетянами, какой-то там известный человек. Они его забирали, вернули на Землю, и он оставался руководителем одного из регионов Российской Федерации. Знаете, но я не буду фамилию называть. Поищите в интернете, если кто не знает. И много высказывает совершенно бредовых идей людьми. И огромное количество людей поддерживает эти идеи. Значит, как быть объективным в этом вопросе? То есть как избежать этого субъективизма в оценке психической нормы или патологии? Постмодернизм. Я думаю, что в стенах этого учреждения где современному искусству уделяется очень большое внимание, понятие постмодернизма обсуждалось не один раз, но постмодернизм привнес и в психиатрию очень многое. Ну посмотрите, пожалуйста. Постмодернизм — изменение структуры отношений, взглядов. Может быть, вы знаете, в 2016 году Оксфордовский словарь, разработчики, они каждый год признают какое-то слово словом года. В 2016 году словом года был термин постправда. Постправда. Это слово заняло первое место. Потому что мы живем в мире, где правду отличить от лжи невозможно, где средства массовой информации нас дурят, извините. Они нам привозят такие факты, в кавычках, которые и перепроверить нельзя, но огромное количество людей доверяют этим фактам. Так вот, получается, что постмодернизм сформировал нашу с вами жизнь. Даже так скажу, мы с вами сформировали постмодернизм. Это не кто-то там инопланетяне прилетели, дали нам постмодернизм. Не так. Это мы с вами. Нормы поведения изменились, оценки изменились, и это вошло в классификацию психических, поведенческих расстройств. Стало труднее, и еще более трудно, еще более сложно дифференцировать нормы патологии. Происходит шизофренизация жизни и шизокультуры. Это не мои термины, это термины из культурологии, это термины, которые сегодня определяют нашу жизнь. Много людей стало вести себя, так модно вести себя, правда, по приколу, ржу не могу. Ну, там много разных форм, которые раньше были присущи психически нездоровым людям. А сегодня это как бы, ну, так интересно, действительно интересно. Можно изображать. Я не говорю уже про современное искусство, которое вообще очень часто ориентируется на шизокультуру, когда интересно что-то такое совершенно необычное из сферы психической патологии. И вот теперь уже получается, что современная психиатрия, столкнувшись с этим, она начинает признавать нормой практически все, что существует, потому что мы не имеем возможности отличить на основании современных способов реализации себя даже такие чудаковатые, какие-то необычные формы поведения. Согласны? Кто такой Кастанеда, да? И общество психиатров разделилось. В мире так происходит. Это не российское изобретение. Появились, остались, сохранились психиатры-консерваторы. Это те, кто стоят на позициях того, что необходимо опсихиатризировать жизнь. Вот, например, Зигмунд Фрейбл. Вот его книга «Психопатология. Обыденная жизнь». Что это означает? То есть, после того, как он изучил всех своих пациентов, он вдруг начал анализировать обычных людей. Просто жизнь. Он дальше пошел в политику. Он начал изучать народы. Психиатр не должен этим заниматься. Это совершенно дискредитация его специальности. Что значит психопатология «Обыденная жизнь». Обыденная жизнь должна заниматься психологи, не психиатры. И не надо, так сказать, с патологической какой-то линейкой идти в эту жизнь. Меня очень часто спрашивают, почему этот вопрос как-то очень волнует людей, когда я не на работе. А вот сейчас вы сидите, вы анализируете меня, наверное, да? Ну, если бы я так делал, я бы, во-первых, был за стенами психиатрической больницы, уже там, с той стороны, правда? То есть я бы не смог выдержать если бы 24 часа в сутки занимался только этим. Это моя работа. Я не занимаюсь, я не на работе, не занимаюсь работой. И мне хватает других взглядов. И так и думаешь, многие психиатры. Что еще у психиатров-консерваторов? Ну, это, конечно, фотография. Может быть, вы слышали такой термин? Это желание психиатрическими терминами описать жизнь и творчество великих людей. Это психиатры-консерваторы. Как вы понимаете, я не поддерживаю точку зрения. Я считаю, что это ложное, ложный путь психиатрии. Психиатрия не должна этим заниматься, не должна дискредитировать себя. А психиатры-диссиденты стоят на другой позиции. Чуть позже скажу. Происходит не только психиатрическое вот это вот внедрение, экспансия в жизнь, но и вообще всей медицины. Сегодня это называется термином медикализация. то есть многие происходящие с человеком события начинают обретать форму симптома. И сегодня очень выгодно, например, человек с игроманией, гемблингом. Он приходит к специалисту для того, чтобы снять с себя ответственность. И он говорит, ах, у вас же есть в классификации гемблинг патологический, значит, я больной, значит, тогда я не виновен за то, что я проигрываю вот там деньги. Понимаете, это называется медикализация. То есть вся медицина к больному большому сожалению начинает брать на себя ответственность за этих людей, а в реальности вылечить их не может. Гемблинг, во-первых, это не заболевание, и его лечить не надо, это патология характера, это патология поведения. Но с другой стороны, раз берешь на себя ответственность, ты должен отвечать. И вся медицина к этому, конечно, причастна. Если в области психиатрии, вот сейчас я готовлю статью, которая будет называться, вы поймете по названию, о чем она. Больничный по педофилии и инвалидность по наркомании. Если вы считаете, что педофилия болезнь, давайте больничный. Я специально поднял всю статистику, но понятно, что ни одному педофилу, ни одному сексуальному маньяку больничный не давали. Почему, если вы считаете, что педофилия это болезнь? То есть я вам показываю все эти сложности, которые существуют. Вот новый диагноз будет скоро, хординг, патологическое накопительство. Знаем таких людей, да? Собирают всякие ненужный хлам, домой несут, газеты старые, с помойки еще что-нибудь такое. Хординг называется, в МКБ-11 будем диагностировать и будем лечить. Там схемы лечения уже описаны. Правда? Это консерваторы, это психиатроконсерваторы, с которыми мы не согласны. То есть это расширение. А где же границы нормы? Это не фотошоп. Это такой на подиуме. Это как шизофренизация, к шизокультуре разговор. Значит, ну где уже взять представление о том, как правильно себя вести, как правильно одеваться? Раньше у психиатров был синдром коротких штанишек. Да, то есть если человек носил брюки несоответствующей длины, то как бы подозрительно. Почему? Потому что очень часто молодой человек заболевал шизофренией в подростковом возрасте, после этого он совершенно не обращал внимания на свой внешний вид, и поэтому он вырастал, штаны я носил те же самые, и они ему поднимались по щиколок. Есть такое красивое выражение. Если вы будете заправлять брюки в носок, то к вам люди серьезно относиться не будут. Далеко вы не пойдете. То есть вот как? Ну понятно? Очень похоже на психиатрическую больницу, сейчас вам скажу. Вот особенно слева. И в основе ортодоксального подхода, нетрадиционного, то есть как раз консервативного подхода, это понятие адекватность. То есть адекватность, а человек ведет, значит норма. Неадекватно, значит не норма. Такой критерий был заложен с самого начала. Что такое адекватность? Соответствие требованиям ситуации, ожиданиям людей. Но мир-то поменялся, то есть ситуация сейчас совершенно другая. И мы живем в обществе, где плюрализм мнений, вариативность адаптивного поведения. Человек может, ну не знаю, на полу сидеть раньше не очень было, это нездоров человек. Ну а что на полу сидеть? Ну я понимаю, местный, встань, к стенке прислонись в конце концов. То есть нормы поменялись. Конечно вариативность адекватного поведения, но это все мы должны учитывать. Консерватор это не учитывает. Психиатры-консерваторы ведут себя в соответствии с другими критериями оценки поведения. Я бы быстрее делал, если бы этот презентер работал быстрее. Посмотрите, пожалуйста, на субъективизм диагностики вот этого знакового явления. Гомосексуализм. Как развивалась история? Середина 20 века общество считало это извращением. Все поддерживали точку зрения, психиатры в том числе, и внесли данное поведение в классификацию психических поведенческих расстройств. Начали лечить кастрация, электросудожная терапия, психофармакотерапия, лоботомия. В 70-е годы поменялось общественное мнение в мире, в первую очередь в Северной Америке и в Европе, и психиатры вывели из классификации этот диагноз. А сейчас такого диагноза формально нет. И вопрос тогда возникает, а какие были научные основания, если психиатрия претендует на науку, какие были научные основания включать какое-то расстройство, например, гомосексуализм, в психические расстройства, а потом исключать? Ну, ответ понятен. Никаких. То есть психиатры в данном случае выступали как люди. Они высказывали свою субъективную точку зрения, а не научную. И поэтому это, конечно же, мешало ситуации. А каннибализм норма или патология? Когда человек ест другого человека, или, ну понятно, что неживого, да? Понятно, что умершего. Это норма или патология? Я не хочу голосовать, не хочу предлагать голосование, но убежден, что многие из присутствующих здесь скажут, ну это не норма, ну совершенно сумасшедший. Как можно есть человечину? Так вот, нет таких психиатрических синдромов, как каннибализм. Психиатр не может на основании того, что человек поедает представитель того же рода, признать, что он психически болен, должны быть симптомы психического расстройства. Это эстетическая категория. Ну почему собаку есть можно, а человека есть нельзя? Извините, я не рекомендую, это просто... Это я советуюсь. И вот у нас психиатрическая диагностика в новых условиях. Я обещал рассказать, азан анонсировал. Не знаю, обсуждалось ли в этом здании в рамках современного искусства казус Петра Павленского. Это молодой человек на протяжении некоторого времени провел несколько акций. Плохо видно отсвечивать, но я думаю, что вы видели эти фотографии в интернете. Может кто-то лично присутствовал, не знаю. Ну самая известная его акция на Красной площади, когда он мошонку свою прибил гвоздем в брусчатке этой Красной площади. Видите, даже кому-то это эстетически неприятно. И такая эмоциональная реакция со вздохом и выдохом, я слышу. Он отрезался ему край мочки уха, сидя на заборе Института Сербского, Институт судебной и социальной психиатрии. И так далее, и так далее. То есть много разных акций. Но ведь это акционизм, это перформанс. Это один из направлений современного искусства. Можно ли оценивать с психиатрическим лекалом, является ли данный человек психически больным или нет. Как вы думаете, психиатры что сказали? К большой моей радости и гордости психиатры не поставили ему никакого психиатрического диагноза, если не считать, что поставили расстройство личности, психопатию, то есть патологию характера. Психопатология характера это не психическое заболевание. Это особенность такая, которая правда входит в классификацию психических поведенческих расстройств. Но заметьте, казалось бы, не очень такое гуманистически направленное отечественной психиатрии. И несмотря на это, на нынешнем этапе она согласилась с доводами многих таких психиатров-диссидентов и не поставила ему диагноз. Чуть назад, да? Один обзор. Ну вот, кого-то заинтересует, эта статья в интернете тоже есть. Я вообще признал его, я с ним общался, я признал его психически здоровым. И доказал это на основании многих критериев. Если вас заинтересует более глубоко, вы посмотрите, там по пунктам разложено, почему я считаю, что он вообще психически здоровый. Не берем его поведение, не берем его личность, не берем его морали, а мораль. Я не могу сказать, что он мне симпатичен и что я люблю современное искусство. Я не большой любитель всего этого. Но это никак не должно влиять на диагностику или наличие или отсутствие психического расстройства. Еще более интересный случай с его подругой. Вы, наверное, знаете, они запрещают друг друга называть муж-жена или даже гражданский муж и гражданская жена. И она называет соратницей. Значит, она тоже акционист, она тоже какие-то устраивает, не очень, правда, интересные, не такие знаковые, как ее. Соратник. Но вот очень интересный момент. Это известный факт. У них в семье, как вы уже слышали, может быть, из прессы, у них такие свободные отношения. То есть они практикуют секс втроем, они там свингер, то есть много всего. Опять же, это не психиатрический вопрос. Это их личный выбор. Хотя, дай бог им здоровья. И они договорились, что если совершается акт измены, то есть где-то на стороне кто-то из них вступает в сексуальную связь, то что он должен делать? Это можно, но только должен сообщить об этом другому мужу-жены. Она совершила это и испытывала угрызение совести, потому что она не могла сообщить Петру о том, что она вступила в сексуальную связь с другим человеком. Не знаю, мужчина и женщина? Не знаю. И вот это на этом высоте мучения она решила себя наказать. Она взяла топор и отрубила себя. Не говорить, да, как-то эстетически плохо, я вижу сейчас, сколько вот обморок будет. Отрубила себе фалангу мизинца. Ненормальная? Сумасшедшая? Нормальный так человек не поступает? А тут очень важно посмотреть с другой стороны. Помним Льва Николаевича Толстого, и отец Сергий, который, в общем, поступил точно так же, но только нам преподносилось и преподносится, как высокоморальное поведение данного человека он это совершил для того, чтобы перебороть свои низменные страсти. Но не получилось. Но у нее мы не знаем, она еще жива, и как дальше будет, да? Не получилось. Все равно оценивается с позиции плюс, а здесь с позиции минус окружающими людьми. Нет, я просто в самом романе он как бы наоборот наказывается за это сам себя наказывает, что не смог это сделать. Это не имеет значения, сам акт мы рассматриваем. Соглашусь, там несколько по-другому все. Так, у нас... Так, ваша оценка. Конечно, норма. Конечно, нет, опять же, а как? Слово «член обредительства» это особый юридический термин, который должен и насыщаться этим. А у нее есть обоснование, причем высокоморальное обоснование. Чуть наверх один слайд. Ну и вот мы сталкиваемся с тем, что парадоксальна у нас с вами жизнь. И парадоксальная жизнь, и парадоксальная психиатрия. Воду из крана пить нельзя, грязная, а фрубты надо мыть водой из крана будут чистыми. Парадокс. Парадокс, которым пронизана вся наша жизнь и пронизана психиатрия. И несмотря на то, что мы гордимся своей психиатрией, каждый гордится своей профессией, не просто так же хочется существовать. Мы, конечно, очень часто анализируем ситуацию. Вот знаковая статья 2011 года. Известный психиатр австрийский публиковал ее в журнале Всемирной психиатрической ассоциации WPA. Называлась статья «Являются ли психиатры вымирающим видом?» И он привел аргументы. Развязалась огромная дискуссия в профессиональном сообществе. Многие говорили, что мы должны стоять на своем, не отдавать ни пяди нашей территории. Это наша психиатрия, мы совершенно все правильно делаем, общество в этом не разбирается, и поэтому надо слушать нас. На что он обращал внимание? Дискуссионность современных диагностических критериев, необоснованный психиатрический диагноз для обычных человеческих реакций и сложных жизненных ситуаций. На других, может быть, не будем останавливаться сейчас, не принципиально. Но то есть как раз о том, о чем мы с вами говорим. То есть психиатры сами озабочены ситуацией, когда диагноз, выставленный конкретному человеку, может повлиять на его судьбу, и мы не хотим преувеличивать. Но с другой стороны, очень часто мы видим психическую патологию, а наши пациенты и их родственники не соглашаются с этим. Значит, какой-то должен быть найден между обществом и психиатрией какой-то консенсус, какие-то взаимоотношения, которые позволят более объективно заниматься психиатрической диагностикой. Последний у нас тут почти последний слайд, Нет. Значит, остановлюсь на выводах, потом у нас с вами будет время на дискуссию. Психиатрия считается пятой властью. Известный российский психиатр, бывший министр здравоохранения Российской Федерации, Татьяна Борисовна Битлевна, говорила, если психиатрия не займется политикой, политика займется психиатрией. Что абсолютно неправильно, неверно, потому что чем дальше мы будем от общественного мнения и от политики, чем ближе мы будем к медицине, тем в большей степени нас общество будет уважать, нас психиатр, и будет понимать все наши проблемы, исходя из медицинского подхода. Дальше, конечно же, сегодня надо пересматривать диагностические системы и вывести из них то, что не является психической патологией. Ну почему там гомосексуальность все равно сохраняется? Он не как диагноз, и ничего не делается. Взять с чем педофилии, если вы все равно больничный лист не даете, инвалидность не даете, и как вы помогаете людям? Должен сказать, что Петр Павленский вообще повлиял на мировоззрение лично мое и моих коллег. И сейчас огромная дискуссия в российской психиатрии, которая говорит о том, что нужно психопатии, личностные расстройства, о которых я говорил, которые диагностировали ему в Институте Сербского, вообще вывести за рамки классификации. Не нужно это психиатрам, это не психиатрическая проблема, это психологическая проблема, это проблема девиантного поведения. И пусть занимаются специалисты не медицинского профиля. И, конечно, общество должно перестать манипулировать психиатрами, как вы понимаете, оно продолжает манипулировать, оно продолжает оказывать давление. Не такое, как было в 80-е годы, когда психиатрия использовалась в России в политических целях, когда психиатрия выставляла диагнозы диссидентом вялотекущей шизофрении. Конечно, сейчас такого нет абсолютно. Но давление продолжается. И я смотрю на все происходящее не пессимистично, а оптимистично. И следующий слайд, который я сейчас продемонстрирую, как мне кажется, он отражает оптимизм, который существует но лично у меня. Благодарю вас за внимание. Спасибо.